Здание серпуховской типографии построено в 1890 году. В конце 19 века в нем располагались трактир и чайная. Типография была открыта в 1917, после февральской революции. В 1923 напечатан первый выпуск газеты «Коммунист». Спустя сто лет здесь по-прежнему шумят печатные машины, крупными тиражами готовят к выпуску газеты, афиши, брошюры. И, кажется, начинается новый виток истории, новый этап развития городской типографии. Серпуховской типографии в 2017 исполнилось сто лет. Этому зданию многим больше. Летом 1890 года по проекту архитектора Владислава Груздина строительство здесь начинает серпуховский купец Василий Иванович Плотников. В новом одноэтажном кирпичном здании он открывает трактир и чайную. Говорят, в те времена к чаю подавали не только свежую выпечку. Здесь лежали подшивки газет. Февральская революция 1917 изменила жизнь всей страны. Начинается формирование нового государства и борьба за власть. Набирающие обороты партия большевиков нуждается в печати агитационных материалов и периодических изданий. Частные типографии, которые в то время находились в Серпухове, от этих заказов отказываются. Так возникает первая рабочая артель печатников «Единение». Плакаты, афиши, листовки, затем газеты, журналы, книги, брошюры. Цеха серпуховской типографии работали в две смены. В 1923-м здесь начали печатать газету «Коммунист». Сейчас это издание «Серпуховские вести». Большими тиражами выходили газеты «Текстильщик» и «За коммунистический труд». Печатанную продукцию на типографии заказывали все городские предприятия, столичные институты и издательства. Наша типография была одной из крупнейших в Московской области. Самыми крупными были Подольская, но это фабрика в сетной печати, наша типография и Коломна. Наша типография выпускала очень много продукции, книжно-журнальной. Мы печатали для всего города, для района, очень много для Москвы. Упрополиграф издат всегда нас снабжал переплетной продукцией, потому что наш переплетный цех был очень мощный. И мы в основном делали переплетные работы для Московской области полкома. Удостоверение дружинников, если помните, тогда были депутатские билеты обязательно давали только серпуховской типографии. Напечатать газету – практически подвиг. По сути, ее сначала создавали в металле. Набирали по одной букве, вставляли в гранки, закрепляли. С негатива фотографии изготавливали клише специальным способом, вытравливая металл. А ведь раньше рост шрифта должен быть, и должно совпасть, и чтобы не было марашки. Называется марашки, грязь идет от клише, от клише рисунок, а рядом грязь. Вот надо было ее чистить, она не чистится. В начале 2000-х эра высокой печати закончилась. На смену ей пришла овсетная. Работать, конечно, стало легче. Вместо тяжелых свинцовых форм теперь используют легкие пластины. Готовят их здесь же, в соседнем цеху. Это называется копировальная рама. На нее укладывается пластина, на пластину укладывается вот этот монтаж. Ровненько все. И когда они вакуум наберут, вот они уже набрали вакуум, потом будем засвечивать лампой. Делать экспозицию. Вот где белые места, они у нас высвечиваются. Где идет шрифт, там остается темное. И потом промывается форма. То, что засветилось, все это вымывается. Остаются белые места. Пробелы. А то, что печать, остается. Сегодня заказчиков, конечно, стало меньше. Многие обходятся собственными силами. Тем не менее, без работы цеха типографии не стоят. В 2017-м предприятие вошло в состав Серпуховского информационного агентства. Две старейших организации типографии и газеты «Серпуховские вести» объединились. Основная цель – это, конечно, модернизация предприятия. То есть здесь, в общем-то, две наши, у нас две основные задачи. Это ремонт помещения, здания, внутренних помещений и приобретение нового оборудования. Ремонт в помещениях начался в этом году. В историческое здание решили вдохнуть новую жизнь. К открытию здесь готовится музей печати. Первые экспонаты уже более 20 штук собраны. Их искали в антикварных магазинах по всей России. Некоторые принесли Серпуховичи. Старинная машинка конца 19 века. Фотоаппараты, всевозможные бытовые приборы. Очень интересная находка была именно здесь. Такой вот трость, которую кто-то когда-то оставил в свое время. Но при раскопках, можно сказать, нашли вот такую трость. Самое интересное – это лампа. Нам удалось ее купить в Петербурге. Она в рабочем состоянии. Очень редкий экспонат. Таких ламп очень мало осталось за счет того, что вот эти стекла, они очень-очень хрупкие. И наличия их очень мало. Сейчас в здании, где разместится музей, идет капитальный ремонт. Уже перекрыли крышу, возводят забор. Музей планируют открыть в сентябре. Специалисты уже готовят программу экскурсий и мастер-классов. Здание типографии располагается в центре города по адресу проезд Мишина, 2-7. Сегодня это офис Государственного автономного учреждения Московской области Серпуховское информационное агентство, в которое входят типография и газета «Серпуховские вести». В историческом здании готовятся к открытию музей печати. Продолжение следует...